В Улан-Удэ разыскивают очередного злоумышленника, который совершил кражу в одном из магазинов цифровой и бытовой техники на улице Жердева. Молодой человек похитил дорогой сотовый телефон стоимостью 57 тысяч рублей. Если вы узнали этого человека, то просьба сообщить по телефону 102 или 112. К дорожной теме. Авария в час пик произошла накануне в районе железнодорожной поликлиники. КамАЗ помял Жигули. При этом оба автомобиля полностью парализовали движение на данном участке дороги. Еще одна авария произошла на улице Барсоева. ДТП по улице Барсоев с участием двух автомобилей Тойота Камри. Один автомобиль Тойота Камри двигался по улице Барсоева, поворачив на второстепенную дорогу по улице Хуйбатора. И не пропустив другой автомобиль Камри, совершил столкновение, не предоставив преимущества движения. Еще одна авария на авиазаводе. Маршрутка номер 3 решила сбежать от своего хозяина. И самостоятельно на полном ходу съехала с горы. Судя по всему, водитель забыл затянуть ручник. В завершение дорожной темы информация для водителей. Сегодня ГИБДД выйдет в очередной рейд на главные улицы города. Сразу семь патрульных автомобилей проведут массовую проверку на предмет соблюдения правил дорожного движения. К другим темам. На Байкале в четырех километрах от берега в селе Посольское образовалась неожиданная полынья. Толщина не более пяти сантиметров. Пробивает лед. Делаю его тонким. Такие газовые пузырьки. Как выяснилось, причиной стал выход природного газа на поверхность. От пропарин к сосулькам Улан-Уденец стал обладателем ледяного посоха с человеческий рост. Странно, что руководство магазина, с чьей крыши сорвали гигантскую льдышку, не позаботилось о том, чтобы ее сбить. И в заключении еще один невероятный лед. Ой, как круто, ребят. Как тут красиво. Вот представляете, мы идем вот по такому дну, по такому льду невероятному. Какой красивый лед. А медведь это так. Обычное явление, не правда ли? Роман Попов, Новости дня.